Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами гроссминистр Владимир Добров. И сегодня мы с вами разбираем партию сыгра на Кубке Наций между командами сборных Индии и России. Безусловно, этот матч приковал серьезное внимание мировой общественности, так как встречались ведущие шахматисты России. Я не помню, что занимает на данный момент четвертую строчку мировой табеля о рангах. И многократный чемпион мира Бишурнадан Анант. Итак, что же сегодня было? А сегодня было следующее. Была разыграна всеми известная защита Грюнфельда, которая уже на протяжении многих лет является главным оружием Яна Непомнящего. Здесь он, как говорят, съел собаку. Но тем не менее, мы периодически видим, что к нему готовится именно точечно. К этому дебюту, в принципе, можно подготовиться и помнить все варианты крайне непросто со стороны черных. В этом случае, конечно, потрясающий и колоссальный энергетический затрат требует подготовка к партиям. Но так или иначе, была разыграна достаточно известная система, которая применялась как на турнире претендентов буквально совсем недавно между игроками Гирей и Вашилограммом. Ну, а предыдущие предшественники этой позиции была партия между Томашевским Евгением и Яном Непомнящем. Итак, Ф4. Белые организовали вот такой вот центр мощный. При случае они готовы пойти дальше. Мы видим, что нет защитника, главного защитника королевского фланга, это чернокольного слона. И, соответственно, черные стараются за счет некоторого развития, стараются разбить центр белых. Она сыграла очень принципиально. Он сыграл конь Ф3, на ЕД пошел слон С4. Таким вот образом, брать, конечно, слона нельзя, так как висит ферзь на Д6, быстро развивая свои фигуры. Слон Е6 отреагировал Ян. Вполне возможно, что именно этот ход уже явился какой-то небольшой неточностью. Возможно, стоило играть по-другому. Но как? Мы говорим попозже. И, посмотрите, очень жестко отреагировал Анант на вот такой вот ход слон Е6. Он сделал просто рокировку. И, таким образом, поставил перед Яном достаточно серьезный вопрос, потому что у черных пока не развит фланг. Вполне возможно, что здесь черным стоило выбирать какие-то сложные варианты вплоть до хода конь С6. Но в этом случае белые после ЕД имеют достаточно серьезный плюс. Так же, как и Ф5, основная идея белых, забегая вперед, которая и случилась в партии. За всем за этим черным, конечно, стоило наблюдать. Поэтому вполне возможно, что именно ход слон Е6, который был исполнен, явился уже достаточно серьезной неточностью. И вот и что получилось. После рокировки Ян отреагировал Д4. Он прошел мимо, таким образом предлагая размен белопольных слонов. Но что могло произойти? После размена, взятия на ферзем на Е6, черные атаковали бы пешку на Е4. И, в целом, худший для них был бы позади. Так же, как и Ф5, вполне возможно. Но Анант, естественно, на то и Анант. Многократный чемпион мира не просто так пошел на эту позицию. Тем более, мы знаем его тем, что Д4 он чаще не играет. Он обычно играет Е4. И в этой партии он подготовил просто конкретную идею. Он провел Ф5. Жуткий совершенный ход, который, по сути дела, приковал черных. Не то, что даже приковал, а приговорил к поражению. Фантастическая позиция. Белые за счет идеи постановки конкретного мата выигрывают, по сути дела, партию. Последовало взятие на С4, потому что другого выбора у черных не было. И, естественно, последовал ход Е5. Белые атакуют ферзя и таким образом подготавливают пучку для вторжения на королевский фланг. Висит ферзь. И здесь Ян, конечно, уже понял, что дела плохи. А точнее, наверное, он понял после хода Ф5. Ну и здесь у него еще, ко всему прочему, сорвалась мышка. Он пошел ферзь Д7. Ход, по сути дела, уже не имел значения, куда пошел бы ферзь, объективно говоря. Но в плохой позиции сделать плохой ход еще проще. Поэтому сделал ход ферзь Д7 и после хода Ф6 просто-напросто сдался. Так как нет защиты от хода ферза Х6. Если же черные захотят защититься от мата на Ж7 ходом ладья Ж8, белый подключит своего коня и нет защиты от взятия на Х7. Но так или иначе, то есть у черных был еще другой вариант. Ферзь Д8, он также приводил к тяжелейшей позиции после хода Ф6. Опять угрозы постановки мата. А обратная отдача коня невозможна из-за хода конь Ж5. То есть ни в каком случае не Еф, а именно конь Ж5, опять-таки создавая те же неотвратимые угрозы от постановки мата. Вот таким вот образом Анант сегодня преподнес крайне неприятный для русских шахматистов урок. Но и в общем-то я не смог разобраться. И такой вот простой, вроде как ход слон Е6, который являлся, казалось бы, правильным, оказался на самом деле далеко неправильным. Старайтесь держать вокруг собственного короля защитника, чтобы не получать вот подобные маты. То есть такие вот ситуации будут встречаться достаточно часто, если вы будете пренебрегать защитой королевского фланга. Ну и ко всему прочему не будем забывать о том, что сам по себе дебют, он требует колоссального внимания, колоссального отношения именно конкретных знаний, конкретных идей на уровне точечного выбора. Вот таким вот образом Белы и победили. Анант выиграл, Россия, к сожалению, проиграла. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Я думаю, что было достаточно поучительно. Играйте в шахматы, будьте здоровы. Всем пока.